Друзья мои, всем салют! Это я Романович. В этой посылке находится самый дешевый смартфон компании OnePlus в 2022 году. И называется он OnePlus Nord N20 SE. Здесь у нас 6,56 дюйма IPS-ка стоит. Процессор Mediatek Helio G35. И вот здесь вот много вопросов, да, типа, а почему не другой какой-то процессор? Мы с вами с этим разберемся в дальнейшем. 4 гигабайта оперативной памяти. Она здесь у нас 4-го поколения. 64 гигабайта накопитель. И самое внимательное, посмотрите, он здесь. EMMC 5.1. 5000 мАч батарейка. И, кстати, здесь OnePlus даже красным все это дело выделяет, что у них в бюджетном смартфоне 33-х ваттная суперзарядка. SuperVOOC, они ее называют. 50 мегапикселей основная камера. Неплохо так для бюджетника, если чисто смотреть на цифры. И 2 мегапикселя датча глубины. Фронталка на 8 мегапикселей. Ну и по цене, давайте пробежимся. За голубую версию просят 11400 рублей с небольшим, там, с копейками. И за черную версию просят 10700 рублей, что, в принципе, мне кажется, очень-очень интересно, потому что в пределах десятки очень часто у людей потребность в каком-то девайсе и, на самом деле, сказать, что есть смартфоны такие, которые прям вот закрывают абсолютно все вопросы в пределах десятки. Нет. Есть. Ого. Здесь даже попытались сделать что-то для людей. И вот здесь, кстати, на торце тоже написано, вот видите, OnePlus Nord N20 SE. Надеюсь, что чехол в комплекте будет. Да, красавцы. Причем, что OnePlus-овские чехлы, они, как мне кажется, чуть-чуть повыше качеством, чем Xiaomi-шные условные чехлы. Блин, ну выглядит максимально стилево. Слушайте, очень стилево. Для бюджетника прям дико стилево. Он квадратный, то есть то, что, опять же, требует рынок в 2022 году. Люди любят квадратные девайсы. Здесь матовая поверхность, то есть никаких отпечатков пальцев у вас ни разу не будет оставаться. Полностью матовый. Ну и, конечно же, пластик. Здесь абсолютно без этого никак. Ну и каплевидный вырез. Опять же, от этого мы с вами никуда не денемся. Блин, 2022 год на дворе, и вы что думали, что уже и за десятку отверстия делают? Ни хера подобного. Погонял я, значит, этот смартфон. Я вам скажу так, что это один из самых неоднозначных девайсов, который выходил у OnePlus за всю их историю. А их девайсов я перечупал немало. Начнем с дисплея. Честно, здесь меня OnePlus прям удивили. Я бы даже сказал, размотали. Очень приятная, сочная картинка. Для IPS-ки это прям вообще очень хороший уровень. Здесь OnePlus показали, что даже за десятку можно завести достойный дисплей. По яркости вопросов нет. Для бюджетника это реально с запасом даже можно сказать. Ну то есть достаточно ярко сейчас смотрится. Выходил я на улицу, никаких проблем вообще не заметил. Что касается герцовки, но здесь, извините. Да, даже 90 герц не завезли. То есть максимально возможно это 60. По звуку пацаны меня здесь тоже размотали. Я не ожидал, что во-первых, OnePlus, который вечно все обрезает, засунет за десятку стерео. Так еще это истерео будет не стыдно. Как вы помните, здесь установлен Helio G35. И чтобы как-то чуть-чуть препарировать этот процессор, я решил включить режим производительности. Кто не знает, где это все втыкается, заходим в батарею, расширенные настройки. И вот, пожалуйста, этот тумблер активируем. Режим высокой производительности. Сразу забегая вперед, вам скажу, что игрушки я буду тестить тоже на режиме производительности. И возможно именно поэтому игрушки неплохо себя показывали на этом девайсе. Выкручив этот режим производительности и игровой режим. Тебе пизда, братан! По температуре. Я впервые вижу на самом деле такие американские горки. Офигеть просто, да? Это вот такая вот кривая. Обычно как-то, ну, чуть-чуть там что-то. Или просто вот отсюда плавно вверх пошел. Или резко вверх пошел. Здесь, значит, началось все это дело с 38,4 градусов. А закончилось 39, даже не 39, пиковая точка была 39,4. А закончилось на 39,2. То есть вы понимаете, что такое Helio G35? Это настолько уникальный процессор, что там даже внутри греться нечему. Вот в чем прикол. То есть это просто зияющая пустота. Кошки скребут на душе, когда ты начинаешь активно им пользоваться. И это касается абсолютно всего. Ну, не знаю, давайте элементарно там зайдем в настройки. Хотя нет, правильно вот так вот. Давайте сначала мы вот такую штуку сделаем. Все выкинем. Заходим в настройки. У вас появляется первое время белый экран. Ни хера себе. Залетаем в ВКшку. Открывается ВКшка достаточно долго. Элементарное предложение. Приложение на андроиде открывается долго. Но с другой стороны, ладно. Мы с вами привыкли пользоваться с девайсами, где есть там UFS хотя бы 2.2. Более-менее процессор. Может быть чуть-чуть зажалить. Давайте попробуем по скроллим ленту. И вот, ой-ой-ой, это не скроллинг. Это не скроллинг. Вот он скроллинг. И это больно. Это больно. И это на производительном режиме. Опять вы должны понимать. Разумеется, игрушки выкачиваю долго. Вот из плей-маркета Call of Duty. 2,5 гигабайта она, по-моему, где-то весит. Но вот прям так минут 10, наверное, выкачивалась. Может быть даже побольше. Предлагаю залететь в Call of Duty. Посмотреть, что здесь по играм. Специально самую такую дружелюбную игрушку выбираю. Для разного уровня девайсов. То есть Call of Duty готова подстраиваться и под Helio G35. И под Snapdragon 3.8. То есть под все она готова подстраиваться. И давайте покажу вам, что здесь по настройкам доступно. Значит, заходим. Звук и изображение. Качество графики доступно только низкое. Число кадров в секунду. Высоко доступно. Я, то есть, поставил все максимально возможные настройки, которые позволяет игрушка на этом девайсе зарядить. Значит, где-то катаю минут так 20, наверное. Каких-то явных проблем не заметил. Прямо сразу вам могу сказать, что все достаточно ровно идет. Никаких проблем нет. Единственное, что, да. Единственное, что. Это то, что не хватает олеофобки на пленке. Вот. И плюс я слышал в отзывах на дисплее тоже на самом деле олеофобку особо не завезли. В плане графики это максимально играбельно. Это приятная картинка. Даже при низком разрешении. Которую мы сейчас с вами увидели. Вот. О, видите, и зомбака еще завалил. Вот. В плане кадров в секунду. Ну, наверное, когда-то все-таки здесь есть просадки. То есть, в целом, это похоже действительно на где-то там 45-60-фпс. Иногда, скорее всего, до 40-30 фпс проваливается. Ощутимо было в некоторых локациях. Но это на самом деле, опять же, не критично. То есть, если мы с вами изначально все-таки держим в голове не просто, что это девайс за 10-11 тысяч рублей. А то, что это девайс, который в конец охерел. Точнее, компания, которая в конец охерела и поставила сюда Helio G35. То есть, для Helio G35 процессора это, в принципе, пойдет. Учитывая, что его, наверное, в 2022 году должны ставить смартфоны за какие-нибудь там 6-7 тысяч рублей. Примерно где-то так. Ну и на десерт камера. Какие здесь могут быть ожидания? На самом деле, никаких вообще даже близко. Ну, потому что девайс настолько неоднозначный. Если они сюда поставили такие дрова Helio G35, ну, типа, на камере они явно тоже должны были как-то экономить. И тут-то, на самом деле, меня постигло удивление. Я выхожу на улицу, ну, потому что, опять же, надо тестить обязательно на улице такие бюджетные девайсы. Они 100% дома не вывезут. И здесь шикарные фотографии. Слушайте, я не побоюсь этого слова. Это прям очень-очень уверенно. Есть ли у него конкуренты в плане фотографий, там, скажем, в светлое время суток при хорошем освещении в пределах десятки? А вот здесь, на самом деле, я задумаюсь. Потому что Samsung, они, пускай у нас сейчас уже и так ни шатка, ни валка продаются, но 100% улетают в сторону. У меня были бюджетные Samsung, и поверьте, я знаю, о чем я говорю. Это редкостная дрянь в плане камеры. Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A03 у меня был. Это все крайне херово. На 4 Realme? Ну, возможно. Единственный важный нюансик, что нужно активировать в настройках камеры насыщенные цвета. Для чего бы я докопался на некоторых фото, это работа HDR. Ну, реально не вывозит. Вот, то есть, здесь надо прямо откровенно признать. Возможно, если бы я поставил принудительный HDR, а не автовыбор, ситуация была бы другая. Но имейте в виду, что на авто HDR-чик, к сожалению, здесь не везет. Но, опять же, справедливости ради говоря, многие девайсы в пределах пятнашки тоже даже близко не справляются с хорошим таким палящим солнцем. Ну и фронталка. Хотелось бы сказать, что дрянь редкостная. И на самом деле, на другое я и не рассчитывал, учитывая весь бэкграунд этого девайса. Но она нормальная. Вот реально, вот до нее докапываться, вот даже ни разу не хочется. Это то же самое, что вы имеете и на девайсах, и за 15 тысяч рублей. Что в итоге мы с вами имеем? А мы имеем то, что OnePlus, как заправские снайперы, целились в хит бюджетного ценового сегмента, а попали себе в ногу. Дело в том, что, ну нельзя в 2022 году устанавливать процессор Helio G35. Тем более, если ты уважаешь свою аудиторию, тем более, если ты ценишь тех ребят, которые тебе доверяют. Вот в чем прикол. Да, понятно, что оболочка классная. И Oxygen S классная, и в целом оболочка классная. Эта конфета очень красиво завернута. Блин, действительно. Когда первый раз ты увидишь вот такого рода дизайн, то 100% загоришься покупкой и узнаешь, что это еще и 10 тысяч рублей стоит. Но потом ты приходишь в себя и понимаешь, что Helio G35 это еще те дрова. И в 2022 году даже вот в этом ценовом сегменте Helio G35 в 2022 году не жалеет. Будет очень тяжело на этом процессоре. Как я вам сказал, либо вы постоянно пользуетесь на производительном режиме, либо вы пользуетесь на Helio G35 в стоке и действительно охереваете от жизни. Хотя и на производительном режиме рано или поздно вы тоже поймете, что не такая сладкая жизнь. И по сути это чуть-чуть разгоняет этот процессор, но не делает его прям сильно лучше. Им надо было не поскупиться и добавить сюда 20-25 баксов в цене и поставить другой процессор. Например, Dementity 700 или какой-нибудь Snap 680. И история была бы совершенно другая. Но китайцы, как всегда, подумали, что им виднее. И в итоге получился OnePlus Nord N20 SE. Пишите ваше мнение в комментариях. Крайне интересно будет почитать, что вы думаете насчет Helio G35 в 2022 году. Что вы насчет этой мобилы думаете? Ну и какие у него есть на самом деле конкуренты? А их немало. Тот же самый Infinix Note 12 продается на Алиэкспресс, на процессоре Helio G96, если не изменяет мне память. Есть девайсы на Helio G88, плюс-минус в этом ценовом сегменте. И вот туда бы я бы все-таки и направлял свой бюджет вот в пределах 10-12-13 тысяч рублей. Субтитры сделал DimaTorzok